друзья всем привет сегодня поговорим с вами о канарейках об этих чудесных созданиях всем нам очень нравится когда они у нас поют когда они у нас подвижные но когда они у нас начинают грустить хмуриться или там птенцы не получается вылупиться или самочки болеют или яички не оплодотворенные и мы тогда все начинаем задумываться почему это все происходит вот хотелось бы сегодня поподробнее с вами побеседовать ну допустим как я вижу эту ситуацию как я избегаю подобных случаев допустим я не сталкиваюсь с подобными проблемами что птицы там к примеру хмурятся дуются надуваются перышко надует голову под крылой сидят или там к примеру пустые яйца не оплодотворенные птенцы слабые допустим отсутствуют все хорошо а почему потому что соблюдать надо желательно соблюдать правила питания а это именно чтобы был хороший сбалансированный рацион питания по витаминным кормам по витаминным кормам подчеркнуть старину хотел сказать старину быстро сообразил нет не в старину ну к примеру лет 15 назад лет 12 назад мне старожилы конороводства советовали или как рекомендовали ну как вот как я делюсь вами допустим опытом как я делаю я вам показываю как я делаю ну а вы думаете в общем свое время мне ребята посоветовали одну очень интересную травку зелененькую с беленькими цветочками так вот эта травка я вам сейчас пойдем с нами пойду с вами в огород покажу вам эту травку значит эта травка очень содержит большое количество фолиевой кислоты ждете себе конспект именно до канареек и время от времени будете перечитывать будете перечитывать весной когда соберетесь разводить своих канареек чтобы у вас были маленькие канарята так вот там содержится большое количество фолиевой кислоты также эта травка друзья именно только эта травка улучшает репродуктивность у птиц репродуктивность то есть самец оплодотворяет все яички у самки вырабатывается фертильность фертильность это когда самка просто получается в охоте когда самка расположена к яйцекладке потому что у многих у многих самки прыгают по палочкам туда-сюда и не несутся это потому что отсутствует фертильность так вот эта трава увеличивает фертильность ну и самое главное основа всего основа всего эта трава оберегает или обережет ваших птиц от весеннего авитаминоза после зимы после того как если в квартирах кинара живут они не видят травы они не видят толком солнца и их косит авитаминоз так вот чтобы авитаминоз не косил витамин c был в норме витамин е был в норме и птицы ваши были репродуктивные я вам покажу сегодня одну замечательную траву но перед тем как пойти собирать траву я вооружился вот таким чудесным ты вас фотографировал на память чудесным фотоаппаратом будем сейчас фиксировать все на фото чтобы не перепутать эту травку и так друзья отправляемся собирать травку кстати я вот тут немножко приготовил ее вот такая травка видно вам крупным планом эта трава называется макрица друзья вот так выглядят ее соцветия на грунте встречается очень часто во влажных местах где сыра ну где не пересыхает где земля пересыхает макрица отсутствует в тенистых зонах вашего палисадника огорода или кто где в парках тоже можно найти вот эта трава в тени где это она сейчас жирует если я вам перед этим показал скромный кустик то здесь трава жирует макрица вот здесь я думаю вам хорошо будет видно что трава обладает цветочками лепесточками также вот эти вот маленькие бутончики птицы очень хорошо любят а именно когда трава достигает молочно-восковой спелости то птицы первым делом поедают резетки с семенами молочной спелости это очень полезно друзья балуйте как можно чаще своих птиц макрицей друзья напомню вам самое главное что когда будете давать траву макрицу после зимы после зимовки ваших канареек соблюдайте правила и нормы не не переедаем пускай птица будет чуть голодная по поводу макрицы пусть она немножко не доест чем она ее множко переезд это первое время потом вы вводите в норму потом можете давать больше 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 и впоследствии вот такие вот пучки к примеру вы просто кладете на клетку если у вас небольшая дома клеточка вы на клетку кладете и кеннер там ваш уже сам выбирает что ему кушать листики цветочки или семена молочной спелости но начинаем понемножку понемножку это значит вот друзья залог здоровья вот такой маленький корешочек росточек один в день один в день с этого мы начинаем и потом доводим до вот такого пучка так что сейчас я вам еще пойду по саду посмотрю где эта макрица что конкретно вы поняли запомнили как она выглядит вон кеннер как обрадовался видите сразу начинает клевать вот сейчас мы с вами понаблюдаем как мой трошка кушает макрица немножко кеннера зовут трошка вот как он лопает вот видите это подтверждает мои слова и обязательно чистит клювик видите как вот там видно как живет смотрите а вот Продолжение следует... Продолжение следует... В моем саду, допустим, мокрицу очень можно найти... Очень можно найти... Очень легко найти вот в малине... Вот здесь у меня малина растет и вот, пожалуйста, мокрица... Вот такие листики... Мокрица, она же звездчатка... Сорвали несколько веточек, помыли и своим канарейкам предложили... Канарейки, если могли бы разговаривать, сказали бы вам большое спасибо... И похлопали бы крыльями... На этом наше видео, наверное, будет заканчиваться... Или уже даже подходит к концу... Ну, в общем, самое главное, я вам сказал, что... Не забывайте про мокрицу... Звездчатка обыкновенная, вот так называется... Собираем, моем и предлагаем... Ну, можно немножко воду сбить там... А полотенчик промокнуть... Заготавливать мокрицу впрок, чтобы кормить мукой... В принципе, канарейкам не надо... Не особо на подходит... Вот одуванчик хорошо подходит... Крапива... Шпарыш... Подорожник... Эти подходят... Мокрицу надо давать сейчас... И еще хотелось бы вам сказать... Что вот пока есть сезон мокрицы... По максимуму... По максимуму накачиваем своих птиц витаминами... Натуральными... Даем мокрицу потом... По максимуму... Ну, начинаем понемножку... До скорой встречи, друзья... Продолжение следует...